Российские волейболистки просто лучшие. Финальный матч чемпионата мира под названием Россия-Бразилия полностью отвечал жанру остросюжетного триллера со счастливым концом. Правда, и хэппи-энд этого блокбастера потребовал от девчонок определенной стойкости. Бесконечная. Бесконечная церемония награждения, где им пришлось стоять на педестале минут, пожалуй, 30, пока организаторы не выплеснули массой все, что они поднимают по словосочетаниям «жирная точка». Так и упасть недолго после тяжелейшей финальной игры. Но слава всем богам, выстояли и здесь. Главное, успели все это время покрасоваться в заранее заготовленных майках, на которых написано «Россия, чемпион мира 2006 и 2010». В победе нужно готовиться заранее. Я сейчас не знаю, откуда их взяли. Мы пришли в раздевалку, они у нас были, поэтому, ну, видимо, готовились. Еще все эти полчаса стоило постоять после того, как Кате Гамой вручили приз за звание лучшего игрока чемпионата мира. Она еще 4 года назад должна была им стать. Она или Люба Соколова. Но тогда организаторы заблажили, вопреки всякому здравому смыслу, и выдали MVP пасующей команды, которая заняла пятое место. Правда, это ведь была команда Японии. А сейчас японки вообще выиграли ДО-медаль. Так что уж казалось, ну, хватило совести. Потому что только слепой мог не увидеть в воскресенье, что это волейболистка из другой галактики. Это вообще на самом деле не важно. То есть, как бы, ну, это вот перед самым выходом я только узнала об этом, да. То есть, для меня главное, что мы победили. И если бы даже у нас ни одного приза не было в команде, мы все равно были лучшими. И еще полчаса стоило постоять за Любу Соколова, которая наряду с Гамовой была несомненным лидером сборной на обоих золотых чемпионатах мира. И приз лучшего игрока такого турнира заслужила, может быть, не меньше. Но индивидуальный приз не пол-литра, на двоих не делится. А этот чемпионат мира, он был тяжелее, потому что нам надо было доказать второй раз, что мы все-таки способны, что не случайно мы стали чемпионом в мире 4 года назад. И тем самым, вот морально, наверное, было немножко тяжеловато. Но я была на 100% уверена, что мы его выиграем. Я была уверена в девчонках, и я рада за них, что они действительно осуществили свою мечту. И за себя тоже рада, поэтому любое, наверное, соревнование тяжелое. А чемпионат мира и первый, и второй был тяжелым. Но таким прекрасным, который не забываем, не забудется никогда. И за тренера нашего стоило полчаса постоять. Любит же говорить, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Да бросите, здесь и тренер выиграл тоже. Мы же все так родили за смену сборной иностранца на русскую. С ним мы победили. Это его победа. Победа Иваныча. Иваныч, кстати, очень скромный. Ему, что вы не спросили, постоянно хочется сказать. Этим вам лучше поинтересоваться и у девочек. Он и здесь не отошел от традиции. Хотя мы все понимаем, что у него можно и нужно поинтересоваться тоже. Пусть лучше скажут они. Они скажут объективнее. Я субъективен в этом плане. Я считаю, что мы заслужили эту победу. И вы это видели. Да, мы проиграли по ходу всего матча. Но мы же выиграли. И это главное. Я не буду скрывать. Я думал, что победа будет легче. Я много видел в Бразилии. Но я не ожидал, что так окажется тяжело. И поэтому у меня победа в пятерне ценна. А вообще все, все, все большие молодцы. Наверное, даже мы, телевизионщики, заслужили пару граммов от нашего общего волейбольного золотого запаса. На комментаторской позиции нашего канала кто-то оставил перед началом второго группового раунда монетку достоинством в одну иену. Она лежала здесь орлом кверху. И мы решили ее не трогать. Так она и пролежала все четыре матча второго группового раунда. Полуфинал и финал. Правильной оказалась монетка. Российская одна иена. Тарас Тимошенко, Вячеслав Медведев, Вести Спорт, Токио, Япония.